Когда собака-доктор в Нижневартовске подводит предварительные итоги нового направления реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра, канистерапии. Открыть класс, где они учатся контактировать с внешним миром благодаря животным удалось на средства гранта президента. Об этом в сюжете Кирилла Волконского. Конечно, давай, причесывай. Аккуратно. Отлично, молодец. И бока тоже. Сегодня цверкшнауцер Семен – клиент необычного парикмахера для животных. Эту роль на себя взял воспитанник Центра для особенных детей «Слава». Хотя на самом деле в нехитрой игре собаке досталась ведущая роль – доктора-проводника, который учит мальчика общаться с окружающим миром. Собака – это у нас, так скажем, не плюшевая игрушка. И очень тяжело собакам в этот процесс. Да, собаки играют, весь процесс проходит как игровой. Вроде собака играет с ребенком, но собаке необходим после занятия восстановительный период. Потому что эмпатия, считывание всех эмоций тяжело дает собаке. У меня под каждого ребенка подстраиваются собаки. В Нижневартовске Семен – один из трех четверолапых докторов, самый взрослый и опытный. Подобрать команду собак для реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра, рассказывает канистерапевт Надежда Трихванова, оказалось непросто, еще сложнее – обучить. Вообще же, открыть класс канистерапии, где лучшие друзья человека помогают адаптироваться особенным детям, смогли благодаря президентскому гранту. Полученные средства позволили пройти курс реабилитации десяти ребятишкам. Еще десять начнут заниматься в феврале. Результаты есть. Я, конечно, ожидала, что результаты будут позже. Но, как оказалось, на деле результаты бывают даже после первого занятия у некоторых детей. Приходит очень много тревожных детей, которые не идут на контакт даже с собакой. А после первого занятия они выходят с улыбками и вполне контактируют. Канистерапия для центра Кадику – не первый проект, который удалось реализовать благодаря грантовой поддержке. В прошлом году такое финансирование помогло детям с расстройствами аутистического спектра почувствовать себя настоящими футболистами. У нас люди идут всегда на контакты. Они также смотрят. Я думаю, все родители, которые имеют особенных деток, они также следят за большими центрами в больших городах. И все знают новейшие методики, которые существуют. И всегда просят. У нас даже иногда подходят родители и предлагают какую-то методику, которую где-то они там увидели, чтобы у нас в центре появилась. Сегодня в центре развивают 16 направлений работы с особыми детьми. Специалисты признают, благодаря грантовой поддержке удается не только реализовать задуманное, но и расширяться. Так, учреждение смогло приобрести новое оборудование, повысить квалификацию нескольких сотрудников, на которых сегодня большой спрос. Кирилл Волконский, Андрей Клиницкий, Вести Югория, Нижневартовск.